Всем привет, друзья! Меня зовут Александра Баранова. Трудно поверить, но сегодня мы выходим в эфир уже десятый раз. И в этом выпуске мы, как и прежде, собираемся рассказать вам о самых интересных и любопытных событиях уходящей и будущей недели. Что ж, начнем! Кто бы мог подумать, Эйфелева башня съедобная! Друзья, мы побывали на выставке шоколадных фигур. Ммм, пальчики облюбишь! Что на этот раз наши повара приготовили на завтрак? Эксперимент! Наша ведущая попробовала себя в новой роли. Давайте разговаривать! В этом выпуске новое интервью. Планы на неделю. Самые яркие события в постоянной рубрике «Афиша». Ребята, вам знакомо это чувство? Новый год на носу. И вы точно знаете, где спрятаны конфеты. Но приходится ждать праздника, чтобы наконец-таки насладиться угощениями. Так вот, у нашего корреспондента невероятная выдержка. Он побывал на выставке шоколадных фигур. Давайте узнаем, как ему удалось не съесть все эти чудеса. Друзья, вы помните фильм «Чарли и шоколадная фабрика» про загадочного мистера Вилли Вонка и его завод, где все предметы сделаны из сладости? Так вот, на этой неделе мне посчастливилось побывать в похожем и не менее волшебном месте. Я очень люблю овощи и фрукты, особенно, когда они сделаны из шоколада. Да-да, вы не ослышались. Все на этом прилавке, приготовленное из какао-бобов. И мы с вами находимся на выставке шоколадных фигур. Здесь около сотни скульптур. И все они безумно вкусные. Создатель, цивилистопольский мастер Николай Попов, потратил на это чудо 2,5 тонны шоколада. Экспозиция побывала уже в десятках городов. И, наконец, оказалась здесь. Кусочек Парижа прямо в Минске. Я всегда мечтала увидеть эльфевую башню. И вот, пожалуйста, символ Франции тоже выполнен из шоколада. Это одна из самых сложных скульптур. На нее потратили более 60 килограммов вкусного продукта. Олегантные туфли, строительные инструменты, рояль и милая дама в привлекательном платье. Все это безумно вкусно. Но все же пробовать лакомства организаторы не рекомендуют. Все-таки хочется показать экспозицию и другим зрителям. Вообще, идея нашей этой выставки была в том, чтобы показать, что шоколад – это действительно является неким материалом, который не только мы привыкли все кушать, наслаждаться его вкусовыми качествами, но и как материал, с которого можно создавать произведение искусства. Поэтому любой экспонат, который сделан здесь, он повторен с такой точностью доскональной натурального объекта, что требовалось очень большое мастерство от человека, от шоколадки, которого создавал. И много времени на это ушло. При этом большая часть экспонатов перед переездом плавит, чтобы в следующем городе развернуть новое производство шоколадных фигур. А потому выставка в Национальном историческом музее Минска уникальна. Ее уже успели посетить сотни жителей нашей столицы. Как вам вообще выставка? Очень хорошо. Мне очень понравилось. Я уже не первый раз на таких выставках. Это меня тоже впечатлило. Какая у вас сейчас самая любимая фигура из этой выставки? Ну, мы стоим около девушки с платьем. Конечно, она очень впечатляет, потому что воздушная. И кроме того, нас, как ни странно, поразили очень овощи и фрукты. Если бы не было перегородки, очень хотелось бы капусту потрогать. Эти вот кружочки. Они выглядят очень вкусно. А еще мне понравилось пингвинчики. Ну и фламинго. Ну и эльфовая башня тоже. А ты любишь шоколад? Да. Как вам вообще выставка? Я бы сделала ее побольше, но идея интересная, необычная. А вот вы тоже любите шоколад? Я люблю горький шоколад. Хорошо. А какая вот вам фигура больше всего понравилась? Мне понравилась идея с Алисой в стране чудес. Животные интересно сделаны. Ну так, все неплохо. Я в дамках. Победа не за горами. Как вы уже поняли, здесь можно не только пройтись, но еще сыграть шашки, либо шахматы. Кстати, организаторы скоро устроят турнир. Уже 6 декабря в историческом музее пройдут большие соревнования по шахматам. Сыска и игральные фигуры, как вы догадались, делают из какао-бобов. И кстати, вскоре на выставке появится еще один экспонат. Шоколадная новогодняя елка. Волшебный мир сладостей будет работать до 8 января. Итак, дальше нас ждут кулинарные приключения. Мне кажется, после просмотра предыдущих выпусках «Недетский игр» я без труда смогу приготовить целый стол угощений. А сегодня мы вместе с вами, друзья, выучим еще один рецепт. Все просто и очень вкусно. Всем доброе утро! С вами телепроект «Недетские игры» и сегодня у нас в гостях Титов Иван, Ангелина Кашкан и Анастасия Кашляк. Итак, сегодня мы приготовим с вами американские панкейки. Панкейк в переводе это пирожное на сковороде. Итак, у нас здесь мука, соль, разрыхлитель, сахар, молоко, яйцо, растительное масло, бананы, это будет у нас для оформления, джем. Ну что, приступаем? Это у нас будет самый вкусный завтрак. Я согласна. Давайте, одевайте перчаточки. Ну что, давайте. Сейчас мы будем все смешивать. Сразу сухие. Сухие. Потом у нас идет яйцо. Кто будет тесто замешивать? Я. Давай, давай, ты. Хорошо. А мы с тобой в это время приготовим бананы. Бананы для украшения. Ну что, приступай. Так вот аккуратненько перемешивай, чтобы оно все объединилось. Так, а ты берем бананы и режь их на кольцах. Это тесто и эти блинчики выпекаются без масла. То есть мы сразу будем их выпекать на сковородке. Ну что, начинаем готовить наши панкейки? Да. Ого. Так, поднимаем по ложечке. По одной. Смотрите, у них сейчас начнутся появляться пузыречки. Как только он покроется пузырьками, мы сразу переворачиваем его. Видите? Да, он не подгорел. Вы вообще дома готовите завтраки? Да. Ну да. А что вы готовите на завтрак? Я люблю... Я сильно завтрак готовлю кашу. Это не самое лучшее, да? Я думала, ты опять лазанью скажешь. Ну не докуешь я ее. А кашу какую? Овсяную? Да, овсяную. Но я, так как не любитель сильно каши, мы с мамой туда добавляем замороженные, клубники, черненькие, ежелигий, бананов и всего побольше. Главное, чтобы кашу не чувствовать. В общем, у него здоровое питание. А вы будете кушать? Я? Да. Ой, как-то я... Значит, это все нам. Да. В пятом и шестом классе я первую четверть готовила на трудовом обучении. А вообще вы смотрите вот кулинарные передачи? Только когда бабуля смотрит. Бабуля. Ну смотри, ты хочешь быть ведущей кулинарных передач. Нужно же как-то просвещать себя. Тогда я же смотрю. Когда бабуля смотрит? Не только. А если бабуля не смотрит, ты не смотришь? Смотрю. Их смотришь? Да. И какие ты передачи смотришь? Про кулинарию. Хорошо. Еда живая и мертвая. Точно. Так, смотрите. Сейчас мы будем их... Самое интересное. Красивое. Ты можешь оставить вот так вот стопочкой. Ты можешь вот так вот разложить. А можно несколько стопочек? Можешь несколько стопочек? Сколько у нас их получилось? Вот, как раз по два. А у меня пять. Теперь выкладывайте банан себе. Как-то ничего себе. Можешь на стопочке? Можешь. Выкладывай. Красота. Можешь еще что-то будем делать? Что это? Да. Сахарная пудра? Припудрить сахарной пудрой. Ооо. Вот так. Какая красота получается. А что же съесть хочется? На лицо не надо. А вот у тебя лицо там? Хотя на лицо можешь. Ну ладно. Будет у меня веселый огурец. Ты сам по себе веселый огурец. Единорог. Это баня веселый огурец? А вы как думаете? Сегодня мы приготовили замечательные панкейки. Это будет шикарный завтрак для ваших домочадцев. Украсить вы можете их любым топпингом, джемом, вареньем, фруктами, ягодами. Порадите своих родных и близких. А то, что панкейки действительно вкусные, вам в доказательство счастливые мордашки вот этих детей. С вами был телепроект Недетские игры. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Я так подумал, мы не хорошие павра, мы суперские павра. Давай, пидак. До новых встреч. Друзья, мы подобрались к самой экспериментальной рубрике. Здесь наша ведущая пробует себя в самых разных ролях и рассказывает о деталях очень интересных профессий. На этот раз корреспондент отправилась на фабрику Коммунарка и узнала, как белорусы готовят шоколад. Наверняка каждый ребенок и даже взрослый человек мечтает побывать на кондитерском предприятии и посмотреть на таинственный процесс создания сладких лакомств. Я тоже давно хотела узнать, как делаются конфеты из шоколада. Для этого отлично подходит кондитерская фабрика Коммунарка, куда я и заглянула на этой неделе. Я знаю, что в этом году Коммунарке исполнилось 113 лет. Это очень много. И можете ли вы рассказать об истории этой фабрики? Наша фабрика начала свою историю в 1905 году с маленькой небольшой кондитерской пекарни имени Георгия Рачковского. Дальше предприятие росло, развивалось и в 2014 году было переименовано в фабрику кондитерскую имени Джорджа. Сегодня Коммунарка это крупнейший производитель сладостей в Беларуси. За год здесь выпускают более 25 тысяч тонн лакомств. И эта цифра постоянно растет. На сегодняшний момент мы выпускаем более 300 наименований кондитерских изделий. Они разделяются на такие группы, как карамель, конфеты, шоколад, какао-порошок и наши наборы шоколадных конфет. Что ж, перейдем от теории к практике. Первый пункт моего сладкого приключения шоколадный цех. Только посмотрите на эту сладкую красоту. А как же здесь вкусно пахнет! Тут повсюду витает просто чудесный аромат шоколада. Как шаль, что я не могу передать его вам через экран. Расскажите вообще, как происходит процесс приготовления шоколада и из чего вообще его делают? На фабрику в начале приезжают какао-бобы, из которых получается какао-терта и какао-масло. Это основные ингредиенты для производства шоколадной массы. Затем шоколадная масса поступает на отливочную линию, вот здесь, где она отливается в формы и охлаждается. После того, как она охладилась, выезжает готовая продукция уже шоколад. Шоколады или шоколадные батончики. А можете сказать, какой сейчас шоколад здесь производится? Сейчас выезжают шоколадные батончики с начинкой трюфельный лифт. Они выезжают и потом идут на автоматическую завертку. Дальше еще интереснее. Идем в святая святых конфетная цеха. Любимая Аленка, Мишка на поляне, Красная шапочка. Эти названия, да и вкусы конфет знакомы и детям, и взрослым. Но вместе с классическими рецептами коммунарка постоянно разрабатывает новые. Порой даже с неожиданными начинками. Здесь у нас самое современное расположено три линии. Линия по производству сбивных сортов, вафельных сортов и линия по производству комбинированных корпусов конфет. Этот наш цех выпускает до 50 тонн готовой продукции конфет в сутки. И это получается около тысячи тонн в месяц вкусной сладкой продукции. Сейчас по конвейерам путешествуют сорванцы. В основе этих конфет сахарная нуга и разноцветные цукаты. Ой, а можно попробовать одну конфетку? У нас с этим все очень строго. Конечно, нельзя. Ну, пожалуйста. Но только для вас мы сделаем маленькие исключения и придется кому-то отвернуться. Спасибо. Отворачуйтесь. Гольф, я сейчас сахарная. Затем вся эта вкуснятина отправляется на упаковочную машину. За минуту она заворачивает 400 конфет. Все происходит автоматически. Потом продукт вручную упаковывается в коробке. Тут главное внимательность. В этом цеху трудится около 200 работников. Производство идет без перерывов. конфеты готовят даже ночью. Это же самый настоящий конфетный рай. Все, остаюсь здесь жить. Где где-нибудь есть вообще кровать, а? Кстати, побывать на фабрике может каждый. Так ежедневно на экскурсии сюда приходят школьники, чтобы окунуться в волшебный мир шоколада и конфет. Ребята, расскажите, вы любите шоколад? Да! Конечно, любите. Расскажите, что вы здесь уже увидели и посмотрели? Шоколадки под номерами 12-е и 6-е там всякие. Карамельный цех, шоколадный цех. Вам здесь понравилось? Да! Хотели бы остаться здесь жить? Да! Супер! А еще мне удалось побывать там, где создают настоящие шоколадные произведения искусств. Вы только взгляните на эти картины. Все они такие яркие, интересные, что мне тоже захотелось попробовать нарисовать свое. Вот у нас есть плитка шоколада и мы сейчас возьмем кулечек белый шоколад и начнем рисовать. Чтобы сделать цветной шоколад, мы добавляем пищевые красители, специально предназначенные для шоколада. На создание одной такой картины уходит много времени. Нужно нарисовать эскиз, подобрать цвета и только потом начать наносить шоколадную краску на плитку. В общем, процесс создания сладостей очень интересный и захватывающий. На него можно смотреть часами, поэтому, если вы еще не были на фабрике Коммунарка, настоятельно рекомендую посетить ее. Уверяю, поход получится не только познавательным, но и очень вкусным. А вы знали, что наши журналисты самые любопытные? Вот вам доказательства. В нашей рубрике интервью мы узнали все о творческой жизни Даниэля Истремского. Смотрим! Всем привет! Меня зовут Варвара Грущенкова. Сегодня мы в гостях у эстрадного исполнителя Даниэля Истремского. Итак, недавно он представил нашу страну на международном детском конкурсе Детское Евровидение. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какие у тебя эмоции после конкурса? Незабываемое это самое главное слово за все это время. Слишком много всего произошло за этот момент времени и невозможно забыть именно это. Детское Евровидение это самый большой этап в моей жизни и самый большой опыт, который я уже получил и, наверное, впереди, конечно, еще что-то будет, но на данный момент это самое лучшее, что у меня было в жизни. Расскажи, пожалуйста, как ты справлялся с волнением и присутствовало ли оно во время выступления? На самом деле, я не знаю, как так получилось, но во время выступления и на репетиции 24-го числа и на самом выступлении его вообще не присутствовало. Просто это как-то странно. Это просто колоссальная поддержка Минска-арена и вообще в целом Беларуси. Так что спасибо вам большое за этот прекрасный момент в моей жизни. Успела ли ты познакомиться с участниками? Возможно, ты еще с кем-то общаешься? Познакомился я со многими участниками, со многими был знаком и сейчас общаюсь с девочкой из Польши, Роксаной. И также у нас есть групповой чат, так что все мы общаемся в целом. Тебе понравилась сама организация, декорации? Организация конкурса была великолепная и это, наверное, самое лучшее Евровидение, которое у нас было, ну, лично которое я видел. Как ты относишься к песне Победительницы? Мне очень понравилась Я даже иногда слушаю, с ней мы сейчас общаемся и очень рад за нее. С ней мы познакомились перед детским мировидением на лайв-эфире в Инстаграм. Да, я смотрела этот эфир и многие вас начали шиперить. Да. Какие у тебя планы на будущее? Возможно, записать новые песни либо же давать свои концерты? Конечно же, я хочу стать цельным артистом, записывать свои песни и в скором времени у нас будет новая песня, так что ждите. Также сейчас езжу на всякие выступления на концерты и работаю с дирекцией европейских игр в 2019 и активно ездим на тренировки. Как относятся твои одноклассники либо же просто люди, которые учатся в твоей школе к твоей, так скажем, популярности? Такой хороший вопрос. Ребята в школе очень поддерживают и учителя и вся школа даже у нас перед детским юридением у нас была можно сказать фан-встреча и просто встреча всех ребят в фактовом зале и очень крутая поддержка шла. Сколько длилась подготовка? Сколько часов в день ты уделял вообще всему? В целом подготовка ко всему ко всем этапам по Евровидению у нас шла около полугода. То есть сначала мы готовились к просто отбору в десятку, потом к десятке, а потом уже вот к самому детскому Евровидению. Самая большая подготовка у нас была перед национальным отбором, когда мы ездили в промо-тур и давали там концерты. И вот перед Евровидением у меня каждый день были репетиции по хореографии, по вокалу и по актерскому мастерству по выходным. Как считаешь, помог ли тебе твой промо-тур? Промо-тур был очень полезен для меня, потому что это был просто сам большой опыт вот именно выступление на сцене перед национальным отбором был именно там. Со мной случались очень много смешных ситуаций, когда у меня не работал микрофон и приходилось как-то выходить из них, так что я считаю, что это просто закалило меня. Скажи, а к тебе подходят твои фанаты на улице и просят автографы сфотографироваться? Ну, это было на фан-встрече, когда у нас была фан-встреча в галерее, но сейчас я на улице не так часто появляюсь. А ты вообще ходишь в школу сейчас? В школу я буквально уже два дня хожу, возвращаюсь в нормальный режим и готовлюсь к экзамену. И как тебя встретили в школе? Ну, мои одноклассники и ребята с других классов поддержали меня, очень было приятно на самом деле. Долго ли ты занимаешься вокалом? Вокалом занимаюсь около шести лет и в прошлом году закончил музыкальную школу. Спасибо тебе большое за интервью. С вами были Недельские игры на телеканале Нинск ТВ. Всем пока! Друзья, пора строить планы на следующую неделю. Наши корреспонденты сделали подборку самых интересных событий и спешат поделиться ей с вами. Всем привет! Меня зовут Станислав Бессмертный. Я внимательно изучил все события следующей недели и уже сделал пару пометок в календере. Итак, советую сходить в Лимиттеатр. Не важно, что вы ответите. Я настоятельно рекомендую прямо сегодня отправиться в Театр Горького. Сюда приехали московские артисты и они будут показывать спектакль Юлия и Менька в Школе Клоунов. Очень смешно, интересно и возможно вас даже угостят сладостями. А еще сегодня вы можете успеть на чудесный фестиваль Тойдель. Там столько развлечений. Настолки, карточный город, машинки на радиоуправлении, говорящий робот. И еще там дарят подарки. Поторопитесь, праздник закончится в 6 вечера. Идем дальше. Вы любите интересные истории? Оказывается, о нашем городе есть много забавных легенд и преданных. И вообще, Минск полон сюрпризов. Предлагаю отправиться на экскурсию путешествия в прошлое. Они проходят в столице каждую неделю. Следующая группа собирается в субботу. Так что у вас есть время записаться. Что вы знаете о науке, друзья? Если вы думаете, что это скучно, спешите в один из семейных центров МИСК. Там говорят, что, во-первых, химия и физика это занятие не только для взрослых. А во-вторых, это еще и очень увлекательно. Уже в среду я отправляюсь познавать мир. Пуся, видимо. Это все, что я успела рассказать. Еще больше интересных событий в предстоящей неделе вы можете узнать на портале relax.by На этом у меня все. Мы постарались рассказать вам о самых важных прошедших и предстоящих событиях в Минске. С вами была Александра Баранова и программа «Недетские игры». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также смотрите выпуски на сайте. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok